Программа Рунет Сегодня. Совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология. Ведущий программы, генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет Сегодня. На Финам.ФМ. Для лиц старше 16 лет. Если вы сегодня не смотрели на календарь 10 февраля 2014 года, программа Рунет Сегодня рассказывает о главных событиях, ушедшей неделе в области онлайна. Цифровое пространство, так сказать, во вскрытии. Электронная коммерция, социальная сеть, интернет-бизнес и так далее. Мы, как обычно, следили за тем, что происходило всю неделю. Отобрали шесть главных, наиболее интересных, ярких и, как нам кажется, имеющих последствия в перспективе новостей. И три из них мы обсудим в экспресс-режиме. Еще три сделали мы такими развернутыми мостными сюжетами. И также обсудим, но более основательно. Скажем мы о каждой из этих новостей несколько больше. В студии ведущей программы, генеральный директор Центра онлайн-образования Нотология Максим Спиридонов. Это я. И эксперт этого выпуска. Валерий Никитин, основатель проекта Я-класс. Приветствую, Валерий. Доброе утро, Максим. И Андрей Чечин, коммерческий директор Озон.ру. Приветствую, Андрей. Значит, коллеги, традиционно для вас, наших слушателей, короткий анонс тех главных новостей, которые мы будем сегодня основательно обсуждать. Те, которые имели место состояться на прошлой неделе. Вот они. Первое. Журнал «Секрет фирмы» представил топ-100 российских интернет-миллионеров. Поговорим о методологии, исследовании и о тех выводах, которые можно сделать с этого рейтинга. Далее речь пойдет о том серьезном падении цены на акции сервиса микроблогов Twitter. Почему это произошло? Что ждет Twitter в дальнейшем? И в завершении выпуска поговорим о перестановках в топ-менеджменте Microsoft. Там был, как известно, назначен новый CEO. Сати Наделла, кроме того, основатель компании Билл Гейтс, покинул пост представителя сайта директоров, что тоже довольно знаковое событие. Вот это все мы также обсудим, попробуем как-то суммировать. Это были анонсы главных новостей. И сейчас, как обещал, экспресс-обсуждение. Первая новость. Генеральная прокуратура России и Банк России будут совместно бороться с обращением в Россию виртуальных валют и, в частности, биткоинов. Об этой кооперации говорится в заявлении на сайте ведомства. Собственно, на сайте Банка России. Что мне кажется странным, так это активность, с которой в последнее время основательная власть взялась за биткоин. Либо поступил прямой приказ самого верха, вот такие версии, либо в биткоине видят реальную опасность для рубля, хотя вроде в других суррогатных валютах почему-то ее не видят. Так отчетливо наша власть придержащая. В любом случае, не затевают против них крестовый поход, как в этом случае. Откуда такой напор? Ваше мнение, Валерий? Ну, трудно сказать. Мне кажется, что Центробанк России не до конца правильно поступает, заявляя, что биткоин является необеспеченной валютой и что можно спекулировать на этом рынке. Но то, что необеспеченной является, это факт. Будем откровенны. Я бы так сразу не заявлял, потому что все-таки для того, чтобы сгенерировать биткоин, нужно потратить какое-то время и объем валюты ограничен. То есть она достаточно ликвидна, точно так же, как золото. Ведь вы знаете, что золото нельзя скопировать, а биткоин тоже нельзя скопировать. И его нужно добывать точно так же, как добывают золото. Мы знаем, что рубль обеспечен всего лишь 523 тоннами золота, иена в свою очередь 765, и только евро обеспечено 41 тысячу тонн, если учитывать все запасы из всех стран Евросоюза. То есть евро является самой обеспеченной валютой. С этой точки зрения биткоина выглядит намного дороже и престижнее рубля того же самого. А чем он обеспечен в золотом эквиваленте тогда, если продолжать? В золотом нет. Он обеспечен с той точки зрения, что люди привносят ту ценность, доверяя биткоину. Ты прав. В общем, у нас немного времени. Я просто хочу присоединиться к заключению Германа Грефа, который сказал, что запрет биткоина – это шаг назад для России. Да, он сказал на доводском форуме. Да, я к нему присоединяюсь. Интересно, что то, что ты говоришь, в общем, логично, действительно, но ты мыслишь в парадигмах экономики идей, такой экономики будущего. А Центробанк, он мыслит очень прагматично. Типа, вот где золото, которому обеспечен вся эта история? Андрей, твое мнение, что происходит? Ну, получается, следующим образом, что наш Центробанк мыслит в парадигмах игрока рынка денежного обращения. А, допустим, Федеральная резервная система США мыслит в рамках игрока глобального, который является центром эмиссии денег. Что имею в виду? В ноябре месяце Бен Бернарк написал письмо к Сенату США, который четко обозначил свою позицию в отношении биткоинов. Он призывал не раздувать вот этот жупел борьбы с отмыванием и легализацией незаконных доходов, а высказал вполне понятную вещь, связанную с тем, что это, да, это новая цифровая валюта, нам нужно ввести туда регулирование. И вот это фундаментально, на мой взгляд, отражает подходы, да. Первый подход со стороны Федеральной резервной системы, который является главным эмитентом, да, самой основной резервной валюты мира, которая предпочитает создать правила и управлять процессом. Да, может быть, неизвестно в настоящий момент, да, там можно по-разному относиться, что такое добыча этих биткоинов, да, и так далее. И позиция нашего Центробанка, который, по сути, не контролирует ничего, но он пытается занять свою позицию, которая перевела его именно в ситуацию контроля за тем, что происходит. В общем, если в двух словах, американские финансисты, ведущие, пытаются разобраться и внедрить существующие инструменты в реальную жизнь и экономику, а российские ревнуют и переживают. Не совсем так. Американцы стараются поставить ситуацию под контроль с тем, чтобы создать правила, по которым будет играть весь мир. Наши же говорят, пока мы не сами создадим правила здесь, на локальном рынке, мы биткоин не дадим обращаться на российском рынке. Пойдем дальше. Работники компании Dream Industries выступили с письмом конфликтующим между собой акционерам, которым призвали их сесть за стол переговоров. Это не было бы так громко, и мы не стали бы разбирать, если бы не оказался показательным кейс, как нам кажется. Это компания, которая поддерживает три весьма заметных проекта в Рунете. Ну, чтобы сильно, но они... Каждый из них симпатичен, и каждый из них имеет все основания называться чем-то перспективным. Это проекты теории практики, Bookmade, такая электронная библиотека, и звук, музыкальный сервис. Примечательно, пожалуйста, тут то, что в 2011 году Dream Industries были получены 30 миллионов долларов, инвестиции довольно большие для Рунета деньги, и похожие случаи рискуют стать одним из показательных примеров того, как даже накачанная деньгами онлайн-компания может зайти в тупик при ошибках управления или при проблемах акционеров. Так ведь, Андрей? Ну, по всей видимости, речь идет по большей степени, во-первых, о профиле самих акционеров. Они были слишком далеко от онлайна. Ты это хочешь сказать? Я хочу сказать, наверное, да, и, может быть, у них были ожидания того, что венчурные инвестиции, которые они делают, они гарантированно принесут им коэффициент 10-15, и они не рассматривали о том, что эти венчурные инвестиции могут иметь коэффициент минус 10, минус 20. Или минус 100. Или минус 100, да, потому что действительно в онлайне никакой гарантии. Если в оффлайне, да, если в оффлайне существует достаточно понятная методология, которая позволяет любые инвестиции привести к ожидаемому результату, то... Или более-менее ожидаемому, да. Более-менее, да, то есть это отточено уже десятилетиями, да, с западными технологиями, с российскими реалиями, вот, то в онлайне такого пока нету, и большое количество ошибок и потерь происходит. Валерий, показательный кейс, как ты считаешь, для онлайна? Ну, я бы сказал бы, что это в первую очередь лично показательный кейс для меня, когда даже грамотно оформленные отношения шерхолдеров не являются каким-то защищающим фактором. И этот конфликт показал, что наперекос всем уставам, договоренностям, и сколько бы раз ты ни продумывал совет директоров, все равно полностью нарушается согласие, и дело заходит в суд. Для меня стартап вообще и венчурные инвестирования — это чисто человеческие отношения, и здесь самое важное — грамотно собрать команду, грамотно найти акционеров, и именно подбор акционера для начинающего СЕО является одной из самых важных задач, где он должен посвятить намного больше времени, чтобы найти человека, с которым он действительно сможет пройти этот путь и которому довериться. — Надо помнить о том, что сооснователя и СЕО первичного этой компании акционеры как раз и выставили за пределы компании. Сейчас команда, в общем, переживает и находится, как они и написали в открытом письме, на грани полного окончания денег, то есть через месяц якобы у них все завершится. Посмотрим, будем наблюдать, как вызывают события. Еще одна новость совсем коротко. Количество уголовных дел в отношении пользователей соцсетей за 2014 год в России удвоилось. Об этом сообщается в докладе правозащитной ассоциации «Агора». О чем, по-вашему, говорят эти цифры? Буквально в два слова, Валерий. Государство стало жестче к пользователю глобальной сети или пользователи стали вести себя менее законопослушно? — Я считаю, что государство до сих пор еще слишком мягкое в России. Дело в том, что любую собственность, в том числе и бренды, или твою интеллектуальную собственность, или твою честь, может защитить только две вещи — или оружие, или полицейский. И в этом случае государство выступляет полицейским. Пока что в интернете нет оружия, как мы понимаем, и поэтому необходимо развивать полицейские институции. Через пару минут продолжим разговор о самых ярких событиях онлайна. Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова «Рунет сегодня». Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения — имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте «Рунет сегодня» каждый понедельник в 11.05 на «Финам.ФМ». 99,6 в Москве. Для лиц старше 16 лет. 11.17 в Москве. «Рунет сегодня» — программа о главных событиях онлайна от 10 февраля 2014 года. Напомню, что дату произношу для тех, кто слушает нас в подкасте, то есть не в прямом эфире, в котором мы находимся сейчас. Кстати говоря, в подкасте, как обычно, рекомендую слушать вам программу с известной регулярностью, если пропускаете ее в понедельник в 11.00. Для того, чтобы подписаться на подкаст, можно зайти на сайт «Финам.ФМ» либо найти нас в iTunes по запросу «Сюрприз.Рунет сегодня». Итак, меня зовут Максим Спиридонов, эксперт выпуска Андрей Чечин, коммерческий директор «Озон.Ру» и Валерий Никитин, основатель проекта «Я-класс». Коллеги, продолжаем обсуждать новостную повестку ушедшей недели. Вопрос, прежде чем перейти к следующей новости, которая у нас будет развернута новостным сюжетом, и на нее мы возьмем чуть больше времени, чем брали на экспресс обсуждение новостей. Вопрос такой, как, на ваш взгляд, отличить сегодня интернет-компанию от фирмы, которая таковой называться не может? Вот какие главные узнаваемые признаки онлайн-бизнеса можно выделить сегодня? Андрей, твое мнение. Ну, я, наверное, обозначил бы две вещи. Первое. Любая интернет-компания сейчас, ее будущее возможно только при фокусе на клиентах. И поэтому очень важным дифференциатором является то, каким образом с самого начала интернет-компания выстраивает свои взаимоотношения с клиентами. Начиная от тех базовых вещей, которые мы год назад говорили, или два года назад говорили о том, что же является признаком нормального интернет-магазина, начиная от контактных деталей и открытости о том, что за компания, откуда акционеры и все остальное, и заканчивая тем, как и в какие сроки она обрабатывает жалобы клиента. Вот как только вы попадаете в ситуацию компания, которая строит работу с клиентами в быстрейшем доведении до чекаута и оформлении сделки, и больше ничего нету. Вот для меня здесь проходит та грань между бизнесом, который настроен на долгосрочную работу, и конторой, которая просто, как Астап Бендер говорил, 450 лет относительно честных способов изъятия денег. А среда распространения не является важнее? То есть в этом смысле подходит по твоему определению, скажем, какой-нибудь хорошо построенный медицинский центр? Ну, нет, да, потому что, собственно говоря, у любого бизнеса, у любого бизнеса в нынешнем понимании предпринимателя, я вот обращу внимание, потому что, естественно, если посмотреть на бизнес с точки зрения Дикого Запада, да, тебе нужна короткая транзакция с максимальной доходностью. Там в нынешнем понимании бизнеса ты говоришь о том, что ты хочешь создать бизнес, который будет приносить и увеличить свою стоимость в долгую, да, и ты, там, твои дети или акционеры, да, то есть вот дети-акционеры смогут получать на этом достаточно длинный доход. Вот когда, на мой взгляд, вот все-таки бизнес, тот, который будет получать максимальную оценку, это тот бизнес, который имеет долгосрочную перспективу быть популярным у потребителя. Интересно, что все, что ты говорил, оно действительно к онлайну имеет отношение с Макуссаной, хотя ясно, что является также факторами, определяющими современную компанию, в том числе и, может быть, в онлайне. Извини, продолжим, Валерий, твое мнение. Вот прозвучало мнение Андрея. Главный фактор, отличающий онлайн от оффлайн интернет-бизнеса. Не раз такую тему обсуждали, и для меня вообще интернет-компании делятся на два вида. Интернет-онлайн-компании и интернет-офлайн-компании. То есть очень многих компаний в интернете большую часть составляет оффлайн-составляющую. То есть это ритейл, это какие-то другие сервисы. Даже моя компания, которая занимается образованием, по сути частично оффлайновая, потому что процесс образования, он все равно происходит в школе, и его выполняет учитель. Наличие технологий, да, это плюс. То есть можно сказать, что если ты пользуешься технологиями, ты уже интернет. Но вот насколько ты интернет, это уже мера относительная. Можно ли понимать вас в том смысле, что стирается эта грань, и уже четко не определить, где онлайн, где оффлайн-бизнес. Здесь просто более или менее инновационный, успешный и так далее. Стирается, наверное, собственно, именно об этом и коллега, и Валерий говорил, и об этом все говорят. Чисто онлайн возможен только в отношении медийного контента. Вот когда происходит передача чего-либо, да, то есть виртуальным способом. Все, что связано с предоставлением финальной услуги без, да, то есть с вовлечением человека, да, то есть без виртуального контента, где какая-то, собственно говоря, должна происходить транзакция, да, в виде товарной передачи, либо даже контакта, да, то есть вот с представителем компании, физического, да, что будет обусловлено законодательство чем-то еще. Оно уже предусматривает сочетание онлайн и оффлайн. Сейчас о списке самых удачливых и обеспеченных наших с вами коллег. Журнал «Секрет фирмы» опубликовал топ-100 российских интернет-миллионеров. Первую строчку рейтинга занял инвестор Алишер Усманов, стоимость интернет-активов которого, по версии издания, составляет более 5 миллиардов долларов. Второе место досталось создателю компании «Тиньков кредитные системы» Олегу Тинькову, а третьим стал сооснователь корпорации «Яндекс» Аркадий Волош. Сказал наш коллега, подумал, можно ли господину Усманову назвать коллегой. Как вам вообще список? Какие мысли на этот счет, Валерий? Ну, в принципе, интересно то, что в конце списка. И вот это движение на последних местах, оно лично для меня, как для представителя образовательного и лернинг-сектора, вселяет некоторую, так сказать, мотивацию, стремление к успеху за счет того, что видно таких людей, как Игорь Рябенький с образовательным проектом «Лингвалео». Егор… «Бизнес-ангел» я буду добавлять. «Бизнес-ангел», да, да, да. Егор Руди с компанией «Рудитр», которая недавно привлекла 10 миллионов долларов. И видев успешный бизнес по нескольким направлениям в области онлайн-образования и около онлайн-образования вещей. Да, то есть, посмотрев на этот топ-100, я для себя немножко улыбнулся. «Лингвалео» там также и сам руководитель, предприниматель этой компании. Значит, а верхняя десятка, я пробую все-таки ее озвучить, она будет примерно вот такой, вернее, не примерно, а именно такой, по версии секретной фирмы. Усманов Алишер, стоимость активов 5 миллиардов 400 миллионов. Олег Тиньков, 2 миллиарда с небольшим Волош, Аркадий, ну, Аркадий Волош, если не правильно говорить, все-таки, один из сооснователей гендиректора Яндекса, почти 2 миллиарда. Буду опускать дробные цифры. Юрий Мильнер, который, кстати говоря, постепенно уходит, уносит опять с собой из Рунета, как мне кажется, то есть переносит инвестиции больше на Запад. У него чуть больше 1,5 миллиардов долларов в активах в интернете. Леонард Блаватник, это почти миллиард 600 миллионов. Далее Леонид Богуславский, миллиард 200 миллионов. Григорий Фингер, миллиард 100 миллионов с небольшим. Андрей Андреев или Андрей Оранжанянц, это компания Баду, которая в Рунете малозаметна. Так вот основательно на Западе она довольно хорошая уже позиция имеет. У него чуть больше миллиарда. Дальше Степан Пачков, это компания Верноут, 800 с лишним миллионов. В салоне Сергей, который имеет инвестиции в Киеве, Пульт Групп и так далее, 760 миллионов долларов. В общем, можно продолжать. Это действительно огромные цифры уже. Надо признать, что рынок интернета становится все более основательным, все более заметным на фоне вообще рынка экономики России. У нас на связи сейчас один из ставителей рейтинга. Я позволю себе представить его. Это Владислав Коваленко, редактор отдела исследования рейтинга журнала «Секрет фирмы». Владислав, слышите нас? Да, здравствуйте. Приветствую. Каким образом вы разбирались с тем, кто имеет отношение к онлайн и кто не имеет? Как вы дифференцировали интернет и неинтернет-компания, а также интернет и неинтернет-предпринимателей-инвесторов? Ну, смотрите, задача, на самом деле, изначально, ну, как бы система, да, выглядит довольно просто. Есть компании, которые более 50% своего ручки зарабатывают в интернете. Это можно оценить либо по отчетам, ну, либо по простому анализу из бизнеса. Есть все люди, которые ими владеют. Наша задача была собрать их вместе, собрать наиболее значимые активы, выяснить, кто ими владеет, выяснить, чем еще владеют эти люди, и в конечном итоге, как бы, ну, оценить эти компании адекватно рынку по сделкам или по публичным компаниям, собрать в итоге этот рейтинг. Так что, ну, конечно, все было просто, хотя заняло достаточно много времени, там несколько месяцев над этим трудилось 6 сотрудников редакции. В конечном итоге вот получилось то, что получилось. Нам, в принципе, результат нашего труда нравится, и интернет-общественность приняла его достаточно позитивно. Я бы сказал, она приняла его достаточно пестро. То есть, я видел такие в Фейсбуке сообщения от коллег примерно, ну, раз сегодня полагается зарепостить, опубликовать у себя в Фейсбуке или у себя в Твиттере эту ссылку, то я это тоже сделаю, потому что все это делают. Но отношение пестро именно в том смысле, что вот сомневаются, скажем, нужно ли было включать таких людей, как господин Усманов, таких людей, как, ну, не знаю, там, Блаватник, может быть, отчасти Миллер, которые не являются предпринимательными и давно, и часть их активов находится за пределами Рунета. То есть, вот многие вещи спорны. Ну, смотрите, во-первых, конечно, всегда будут люди, которые недовольны рейтингом, люди, которым кажется, что это несправедливо. Это, наверное, хорошо, потому что благодаря этим людям мы улучшаем наш рейтинг. Вот. Во-вторых, конечно, по поводу, ну, таких людей, как Усманов, которых мы там, ну, между собой называем, как бы, нетрадиционные интернет-инвесторы, да, понятно, что там есть там какой-нибудь Потанин, например, да, Прохоров, который выглядит довольно странно, особенно на тех местах, на которых они стоят, там где-то в середине таблицы, но мы знаем, что некоторые читатели, которые не читали методику, а увидели просто таблицу, их довольно веселила, как бы, эта ситуация. На самом деле, конечно, без них современный интернет, он не обходится, в том числе и без Усманова, да, потому что... Я знаю, Владислав, у нас очень мало времени, если он остался 20 секунд. Последний, последний с ним короткий вопрос. Надо ли понимать, что это первый пробный камень, и дальше будете подобные рейтинги продолжать, делая их более релевантными, ну, и более объективными, возможно? Ну, скажем так, это второй пробный камень, даже не пробный, да, второй. Владислав, спасибо, мы будем заканчивать. Будем надеяться, что он появится еще. Всего доброго, до свидания. Программа «Рунет сегодня» — совместный проект «Финам.ФМ» и Центр онлайн-образования «Нотология». Ведущий программы — генеральный директор Центра «Нотология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Финам.ФМ». «Рунет сегодня» от 10 февраля 2014 года. Доброе утро, друзья. Мы в прямом эфире «Финам.ФМ» на 99,6 в Москве, либо онлайн на финам.ФМ. В студии Максим Спиридонов и эксперт этого выпуска — Валерий Никитин, основатель проекта «Я-класс» и Андрей Чечин, коммерческий директор «Озон.ру». Коллеги, как обычно, предварю новость вопросом, вводящим в контекст к этой новости, и спрошу вас, задам некий такой, возможно, философский вопрос. Если бы мы жили в мире, в котором не было бы Твиттер, возник бы микроблогинг как явление? Иными словами, создал ли Твиттер микроблогинг как формат или объективное требование времени, необходимость в подобном формате вынесло Твиттер наверх? Вообще помните, как это происходило? Как это вот все выстраивалось? Андрей? Ну, я думаю, что мы сейчас просто плавно опять перейдем к теме будущего Твиттера, потому что Твиттер расцветал тогда, когда Фейсбук еще не набрал такую силу. Потому что, на мой взгляд, одна из причин проблем, которые сейчас есть в Твиттере, связанная со снижением привлечения новых клиентов, связана с тем, что очень сильно Фейсбук продвинулся в создании новых сервисов для своих, собственно говоря, участников, и они частично, начиная заменять тот микроблогинг, который раньше можно было делать в Твиттере, сейчас, в принципе, да, то есть ты понимаешь, что по большому счету у тебя вот есть один инструмент, и количество иконок, пролистывая на своем там устройстве, да, то есть оно может, конечно, исчисляться сотнями, но в конце концов ты пользуешься ограниченным количеством, тебе удобнее делать в одном месте. Микроблогинг как формат изобретения Твиттера, или Твиттер стал просто одним из воплотителей этого духа времени на тот момент, как ты считаешь, Валерий? Ну, я думаю, что Твиттер как бы воплотил эту идею. Вообще, откуда идея произошла? Я думаю, из простой проблемы пользователей, вспомним, с чего начиналось, с пейджеров, то есть когда ты мог отослать сообщение на пейджер. Пейджеров и смс. И смс. Потом пришел смс. Какая моя была головная ключевая проблема с смсом? То, что мне было очень трудно разослать смс группе. На мобильнике это не очень удобно. А тем более потом получить адекватные ответы, обобщить все это и обсудить с участниками такой группы практически невозможно. Твиттер явился простым и удобным решением этой проблемы, когда ты можешь начать обсуждение из коротких сообщений с интересующей тебя группой и не особо занимать их время и решить какую-то проблемную ситуацию. В связи с чем Твиттер очень сильно и активно используется школьниками. Я вижу, что Твиттер явился хорошим решением, своевременным, конкретной проблемой, но сейчас очень много аналогичных решений. Тот же самый WhatsApp, тот же самый Viber, тот же самый Facebook Messenger. Кстати говоря, более конфиденциальных, что также становится актуальным, нежно Твиттер. Да, более конфиденциальных, решающих проблему пользователей. И в основном, почему пользователи задерживаются на Твиттере, почему они там висят, это 66% аудитории Твиттера сказала, что с целью получить себе скидку от любимого бренда. То есть, в принципе, это слежение за брендами. Ну, это, видимо, американские исследования. В России, мне кажется, не так щедры. Американские, да. Сейчас о том, что у Твиттера не все, слава богу. Акции сервиса микроблогов Твиттер упали в цене почти на 24%. Столь резкое падение связано с публикацией финансового отчета корпорации за четвертый квартал 2013 года, из которого следует, что сервис замедлил темпы роста пользовательской базы. За отчетный период в Твиттере зарегистрировали всего 9 миллионов новых пользователей. Также напомню, что кроме снижения темпов роста пользовательской базы наблюдается убыток больше, чем ожидали. Твиттер, в принципе, убыточная компания. Все к этому привыкли и как бы даже считают это нормальным. Ну, надеюсь, что в перспективе он, конечно, вырастет. И что мы ему, собственно, желаем. Однако сейчас это не так. Напомню так, что Твиттер провел IPO в ноябре 2013 года. Относительно недавно, это было, пожалуй, последнее IPO из больших компаний, которые были все еще не публичны. На сегодня таких вот глыб онлайна уже не осталось, не публичных. Тогда он начал торговаться по цене 26 долларов за акцию при оценке 14 миллиардов 200 миллионов долларов за всю компанию. Как шутили в свое время, оценили его в 3 Яндекса. Примерно чуть больше, чуть меньше, вернее. И с тех пор, до прошлой недели, цена на акции в основном стабильно росла. Теперь упала на четверть. Что происходит на самом деле? Просто ли это спекуляция, на ваш взгляд, коллеги? Валерий. Я думаю, что просто не квартальный, а годовой отчет повлиял на конечную цену акций. Это так. Однозначно. В принципе, судя по развитию событий, мне кажется, судьба Твиттера — это быть поглощенным какой-то крупной компанией, типа Google, Facebook или Microsoft, которому пригодится такая большая база пользователей. Или Apple, на мой взгляд. Мне кажется, давно было пора купить Твиттер. Настолько, мне кажется, они как бы коррелировали друг с другом. Сейчас уже, может быть, не так сильно. А в свое время ты прямо, мне кажется, просил, если это в покупке. Андрей, твое мнение? Что происходит? Я соглашусь с Валерием. Я считаю, что действительно, это определенная реакция инвесторов на те цифры, которые пришли из 2013 года. А может быть, это в том числе реакция и сигнал менеджменту. Определитесь более четко, какие будут следующие шаги. В Твиттере, это неудивительно, но не в Твиттере таком глобальном, а в Твиттере Максим Спиридонов в моем аккаунте, в этом сервисе мы спросили у наших пользователей, существуют ли для Твиттер иные эффективные способы монетизации, помимо рекламной модели. И какие это способы монетизации, спросили мы у наших слушателей. Ответы примерно такие. Один из ответов – нет. Не существует. Другой ответ, скажем. Почему-то думается про геймификацию, что-то игровое встроить внутрь, а уже внутри игровой части встроить покупки. Еще один ответ. Обещают сделать продажу товаров прямо из Твиттер-ленты. Магазин Fancy.com, первый кандидат на сотрудничество. Так, возможно... Вот еще один ответ. Возможно создать какие-то премиум-аккаунты с ежемесячной платой. Других мыслей пока нет. А у вас какие мысли на этот счет? Что делать Твиттеру? Сейчас его монетизация – это рекламная модель, то есть размещение, если не ошибаюсь, промоута твитс, то есть твитов, которые появляются в твоей ленте, но ты на них не подписывался, это рекламные сообщения от каких-то брендов, как правило. Ну и еще и парам таких каких-то моделей. Я даже, кстати говоря, не очень вижу эту рекламу, если она существует, как-то у меня проходит. Они заложники своего минимализма, кроме всего, надо понимать. Что им делать, Андрей? Ну да, 140, собственно говоря, символов, ограничения и все. Ну и еще минимализм интерфейсов, там тоже, кроме всего, там очень все ограничено, очень все лаконичненько. Ну, они в последнее время стали чуть более громоздко это решать, но тем не менее, все еще. Я все-таки вернусь к тезису, что у каждого формата есть время существования. Как упоминал здесь у пейджера, у SMS было свое время пикой взлета, когда это считалось «cut on the edge» технологией. И сейчас, на мой взгляд, пора Твиттера прошла. И новые форматы и развитие, которые сейчас происходят, с одной стороны, среди операторов контента, с другой стороны, Facebook, который очень сильно нарастил свои возможности по соединению контента и монетизации. Ведь обратите внимание, как оценивают инвесторы достижения Facebook в этом направлении. Они достаточно очень тепло, да, и это отражается на капитализации этой компании. Поэтому, на мой взгляд, Твиттер должен передумать свою модель, вполне возможно, и перевести свой бизнес в стадию собаки, да, то есть, вот, которая уже должна выходить с рынка. Выходить куда? Туда же, куда вышли пейджеры. Они только даются сотрудникам строительных компаний для того, чтобы управлять перемещениями на строительной площадке. Ну, еще сотрудникам скорой помощи, по-моему, в некоторых странах. Наверное, да. Слушай, ну, выходить из рынка, выходить к такому бизнесу, наверное, готовиться неверно. То есть, нужно быть настроен на победу. Я бы вернулся здесь к твоему первому вопросу, о чем отличается онлайн рынок от офлайн, да. Я дал пространный ответ, теперь я дам короткий ответ. Быстротой. Да, чем быстрее будет принято решение, какой же будет новый формат, да. Вот у онлайн рынка реакция на изменения всегда намного выше, потому что намного меньше активов офлайновых обладает, да. Поэтому, в принципе, с использованием новых технологий, выход с рынка – это не означает того, что закрытие компании, это просто выход в новый формат. Получение новой технологии или создание каких-то партнерств, да, которые дадут новое будущее. Вполне возможно отказ от старой технологии, переход на что-то новое. А что это может, Валерий, как ты думаешь? Ну, в принципе, я больше смотрю на разделение Twitter аудитории и диверсификацию бизнеса. Вариант один – геймификация очень хороша для детей. В Twitter треть детей и тинейджеров присутствует, причем они, я считаю, наиболее активная аудитория. Потом вторая часть аудитории – та, которая следит за скидками, за любимыми брендами. То есть это совсем другое направление, не связанное с геймификацией, а связанное больше с шоппингом, с покупками, возможно, даже с ритейлом. Так что здесь, кто знает, может быть, Amazon. Еще один покупатель имеешь в виду? Да, может быть, и в реальном выходе. Мы имеем возможность сейчас, еще у нас есть три минутки для этого, набросать идеи к Twitter. Не уверен, что они нас услышат, однако, кто знает, быть может, и каким-то образом предложить им пути развития, потому что я уверен, что как бы они ни хорохорились, но, несомненно, сейчас происходит выступление управляющих сотрудников перед акционерами, которые их успокаивают, говорят, ребята, да нормально все, все будет хорошо. Ну, как это происходит в таких ситуациях? Они объясняют, что это такие временные проблемы, что вот у нас есть такие-то планы, мы все это нарастим. Однако, факт то, что формат микроблогинга, заложник которого является Twitter, единственный формат, он довольно компактен и слишком, пожалуй, ограничен для того, чтобы развиваться в годах. И этот формат действительно уже забронировали за собой многие другие проекты, в том числе более модные, более быстрые, более конфиденциальные и так далее. Ну, вот мы просмотрели вариант. Twitter может идти в направлении нейтронной коммерции, создавая какие-то инфраструктуры для брендов, для раздачи скидок, информации о себе и так далее. Есть возможность геймификации и похода в детскую аудиторию, хотя тут, мне кажется, все сложновато, потому что ставка на детей, как не самая подплодиспособная аудитория, довольно... Ну, не скажите. В игровом секторе дети как бы не очень скромны. И темпы роста траты детей в интернете постоянно увеличиваются и увеличиваются. Только для России, Российской Федерации, это уже 47 миллиардов рублей покупки, совершенные детьми в онлайне. Детьми — это подростками, скорее. Да, длится до 18 лет. А вот вообще интересно, на Озоне есть какая-то интеграция с Twitter или какой-то эффект придает продажам эта сеть? Ну, системного... Я сказал бы так. Существенного влияния не оказывает. Естественно, Twitter, как любая другая медиа, находится в фокусе нашего внимания с точки зрения сбора отзывов и реакции на те комментарии, которые пользователи оставляют в своих микроблогах. Да, с этой точки зрения — да. Но с точки зрения тестов, которые мы проводили по использованию и проведению рекламных кампаний в социальных медиа, мы видим, что стоимость затрат на привлечение клиента на заказ она просто зашкаливает. Она зашкаливает в десятки раз больше, чем даже реклама на уж таком идиозном ресурсе, как Яндекс.Маркет. Ну, то есть... По стоимости, имею в виду. В перспективе ставка на то, что Twitter станет удобной платформой для продажи трафика электронной коммерции, она не сыграет. Вот смотрите, если не ошибаюсь, у Facebook аудитории 1,2 миллиарда, по-моему, пользователей... Зарегистрированы. Зарегистрированы, да. А у Twitter она существенно меньше. 200 с лишним миллионов, если не ошибаюсь. Да, и по последним их данных, темп прироста аудитории 1 миллион в месяц, да. То есть, очевидно, либо должно быть предложено... Во-первых, сама аудитория, она совершенно разная. А с другой стороны, мне кажется, что уже Facebook имеет те инструменты, которые есть Twitter, и Twitter пока нечего предложить. Хороним Twitter? Он как Феникс возродится в каком-то новой реинкарнации. Да, я согласен. И, например, на нашем ресурсе Я-класс мы тоже обсуждали вот социальные сети, которые используют, и Twitter там не присутствует. Хорошо. Через несколько минут мы продолжим обсуждение главных новостей онлайн-недели. Речь пойдет о долгожданной смене высшего руководства Microsoft и о возможных последствиях этого события. Программа Рунет сегодня. Совместный проект Финам.ФМ и Центр онлайн-образования Нотология. Ведущий программы, генеральный директор Центра Нотология Максим Спиридонов. Рунет сегодня на Финам.ФМ. И снова доброе утро, друзья. Это программа Рунет сегодня. Еще один блог, еще один новостной сюжет у нас есть для того, чтобы рассказать вам и обсудить в нашей тесной компании специалистов в студии Финам.ФМ. Напомню, что рассказываем о главных событиях ушедшей недели в цифровом пространстве. Меня зовут Максим Спиридонов. Я генеральный директор Центра онлайн-образования Нотология. Ведущий программы, а эксперты выпуска Андрей Чечин, коммерческий директор Озон.Ру и Валерий Никитин, основатель проекта Я-класс. Коллеги, прежде чем к последней новости перейти, снова короткая зарисовка в контекст. Есть два полярных отношения к компании, даже название, которое вызывает порой неоднозначные реакции, компании Microsoft. Первое отношение. Повторюсь, полярное. Да, есть спектр внутри этого полюса. Первое отношение. Это бездушная корпорация, спрут охватившая своими щупальцами несколько сегментов хай-тек рынка, держащие его таким мертвой хваткой, не отпускающей. В общем, такая вот квинтэссенция фашизмов хай-тек представлений. И другое. Огромная, слаженная, инновационная компания. Один из... Отработанный механизм, один из главных мировых двигателей прогресса. Как ни крути. Какое отношение вам ближе или у вас есть собственное? Андрей. Ну, однозначно, я не в той части, которая связана с тем, что Microsoft — это та компания, которая занимается каким-то экстремизмом в глобальном масштабе. Я думаю, что, конечно, все, что можно было выжать по созданию доминирующего положения, ребята сделали. Раз. Второй момент. С точки зрения инноваций, тут они попали в тот гандикап своего размера, когда хвост начинает вилять собакой. То есть, размер too big to innovate. То есть, слишком большой, чтобы очень быстро выпускать инновации. Поэтому мое отношение такое, что компания действительно находится на таком переломном этапе, когда перед ними стоят очень большие вызовы. Вызовы связаны с тем, что уровень квалификации небольших компаний, которые могут выпускать инновационные продукты, которые могут одновременно появляться на устройствах сотни миллионов пользователей, против их старой структуры принятия решений и генерации этих инноваций. Вот один из тех вызовов, перед которым стоит компания, и ей будет очень сложно перестроиться. Поэтому я желаю только успехов этой компании, потому что эти успехи будут определять, собственно говоря, во многом среду, в которой нам предстоит жить. Валерий, твое отношение к Microsoft, коротко. Пойдем сейчас в новость уже. Ну, я считаю так, что Microsoft всегда занималась плагиатом, и только за счет этого, за счет этой политики, выросла в огромную компанию. Если вспомнить фильм «Пираты силиконовой долины», то все они занимались плагиатом и занимаются плагиатом. Творческое заимствование — это чуть ли не кредит господина Джобса, фактически иконы IT-мира. Но в то же самое время Microsoft тоже не безгрешен. Интерфейс Windows, Microsoft Office заимствован на того же Джобса. Microsoft всегда придерживался стратегии брать самое лучшее с рынка и сделать это качественней и надежней. И это очень самая правильная политика, потому что первым быть всегда дорого. Первый всегда берет на себя все риски, а второй идет уже по проторенной дорожке. Меньше расходов, меньше рисков, понятный результат. И за счет этого Microsoft, в принципе, и добилась настолько хорошего результата, настолько качественных и нужных повседневных продуктов. Ну, сейчас о том, кто пришел на место одиозного Стива Балмара. Новым руководителем корпорации Microsoft стал Сатьяна Делла. Он заменил на этом посту Стива Балмара, который объявил о своей отставке в конце прошлого года. Кроме того, основатель Microsoft Билл Гейтс покинул пост председателя Совета директоров компании. Не очень к месту, но вспомню сейчас о том, что когда Балмар заявлял на собрание сотрудников в Большом стадионе о собственном уходе, это было очень яркое зрелище. То есть он прощался под песню, если не вспомнить точно, какой-то очень известный хит золотой из какого-то кинофильма, кажется, из Dirty Dances. И на глазах его были слезы, было видно, что человек действительно прощается с частью, огромной частью своей жизни, а может быть с ее сутью этой жизни, поскольку он давно очень в Microsoft. И действительно для Microsoft меняется очень многое. А что изменится в компании, на ваш взгляд? Что случится, что будет движущей силой этой компании с приходом нового? Кстати говоря, во многом такого немножко темной лошадки Сатьяна Делла, прежде это имя не было в громких новостях, это не было так заметно. Валерий, твое мнение? Давайте вообще разберемся для начала, откуда сам Сатьяна Делла. Он из семьи аристократов, закончил также школу специальную для детей аристократов в Индии, переехал в Америку, учился на технаря, потом получил образование в IT. Родители его живут и работают в Вашингтоне. Сам он 22 года работал на Microsoft. То есть это один из таких... Корпоративный бэкграунд у него хороший. Корпоративный бэкграунд хороший. Сотрудникам, в общем, уже было время разобраться, что он на себя представляет. Что меня смутило первым? То есть вот я до этого не зря сказал, что Microsoft всегда брала самое лучшее с рынка и делала это качественно и надежнее. И Сатьяна Делла утверждает, и его девизом вообще является «инновацией важнее традиций». То есть чувствуется, что человек хочет поломать саму парадигму компании, начать креативить, начать делать какие-то новые продукты, начать рисковать. Не будет ли это разрушительной стратегией для Microsoft? Его утверждение – надо двигаться быстрее и продолжать меняться. А стоит ли меняться? Как мы видим, недавно Microsoft принял решение, что инновативный интерфейс Windows 8, вот с этими замечательными квадратиками, которые надо тыкать, необходимо теперь убрать. И в новой версии, как вы знаете, будет обратно возвращен удобный, привычный нам интерфейс с кнопкой «Старт». Удобный, неудобный, привычный определенный. Привычный, да. То есть все-таки традиции победили. Так, поэтому меня вот смущают вот эти слова Наделлы о том, что инновации важнее традиции. Насколько, что контекст при этом ситуации, в общем, вроде как к инновациям движет. То есть до назначения Наделлы он был исполнительным вице-президентом подразделения обычных корпоративных сервисов. «Азор». Ну, один из продуктов, да, который он запускал, да. Кстати, меня очень удивило, вот когда я ходил на сессии «Азор», первое, что меня удивило, что они наконец-то сделали что-то трезвое. Это то, что программистам, разработчикам все бесплатно. То есть ты можешь взять технологии Microsoft, будь ты студент или школьник, или кто-либо, и начать создавать продукт. Плюс облачная технология, где ты будешь размещать свой продукт, сам сервер, для тебя тоже доступно бесплатно. Таким образом они чувствуются, пытаются сделать какие-то адекватные, грамотные шаги, чтобы конкурировать, чтобы вовлечь молодежь в потребление и разработку новых сервисов Microsoft. Это очень важно в современном рынке. Мы видели, как красиво выстрелил Google со своей системой Android, вообще с открытой платформой. Мы видим, как в этом плане проигрывает Apple со своим тоже платным маркетом. И вот эта открытость… То есть проигрывает в чем? Проигрывает в объеме продаж. Android и Google Play далеко обошли уже Apple по продажам, и это факт. То есть открытость и доступность технологий – это самое важное. И я считаю, что это правильный ход. Коротко совсем скажу, что ранее в число кандидатов на пост руководителя корпорации назывались многие, включая даже такие экзотические кандидатуры, которые вдохновляли многих, как Эллен Маск из Tesla Motors, прежде занимавшийся PayPal. То есть человек такой молодой, как сейчас говорят, молодой Стив Джобс, то есть новая потенциальная икона i-Tech мира. Также в числе кандидатов назывались исполнитель-директор Эриксон, Ханс Вестерберг, бывший руководитель Nokia Стивен Илоп, бывший глава Skype Тони Бейтс и многие-многие другие. В общем, надо сказать, что неглупые люди думали, думали, несколько месяцев перебирали и назвали Нателло, наверное, не случайно. Да, Андрей? Да, ты забыл упомянуть еще одного кандидата, который на самом деле кандидат был номер два или номер три. Нет, это был Алан Малали, руководитель Форд, который на самом деле до Форда возглавлял Boeing и сам технарь, но технарь именно с инженерной, старой инженерной такой подготовкой, да, Алан Малали сделал огромную вещь по превращению корпорации Форд в суперприбыльную компанию сейчас и именно внедрение тех инноваций, скорости инноваций. Поэтому он очень серьезно рассматривался в качестве кандидата для руководства такой компании, потому что я хочу обратить внимание, что Microsoft это действительно империя с сотнями тысяч сотрудников, разбросанных в двухстах странах. Которые нужно мобилизовать и провести в бой с сильными, мощными конкурентами. Google, Apple, Facebook, Amazon, в конце концов. Это раз. И второй момент. Это все-таки, тому необходимо произвести изменения в этой структуре. И для этого нужен опыт. Да, у Малали он был. Поэтому ставка на Сатию Наделла, на мой взгляд, отражает следующее. Что первое, был взять человек, который прекрасно разбирается в корпоративной структуре, в коммуникационной мире, в котором живут все инженеры, все сотрудники Microsoft, для того, чтобы быть рупором и правильно эти изменения произвести. И второй момент. Все-таки возможно, это с учетом опыта Сатию Наделла именно в создании корпоративных продуктов, возможно стратегическая перефокусировка Microsoft от продуктов потребительского рынка на продукты корпоративные. Будем наблюдать. Меня зовут Максим Спиридонов. Это была программа URN. Сегодня, увы, нам нужно заканчивать. Слушайте нас каждый понедельник. Всего хорошего.